Здравствуйте, ребята! Сегодня я хочу рассказать и показать, как сделать такое вот приспособление, чтобы, допустим, есть дверь вот такая, и она не держится. И открылась. Раз и открылась. Также можно закрыть ее. Ну, ветер сквозняк, и он ее, хоп, открывает вот так вот и бросает вот так вот ветерю, болтает эту дверь. Надо так сделать, чтобы она не открывалась. Здесь у меня вот есть вот крючок, я могу дверь закрыть. Закрыть вот, и сюда вот дверь закрыть вот так вот. Дверь не открывается. Но это же отсюда. А как отсюда, если мне нужно ходить туда-сюда и дверь, значит, ну, можно сказать, защелку поставить. Это все понятно. Защелку поставить, чтобы защелка была. Но нет защелки. Что можно сделать, что можно придумать быстро такое, чтобы дверь вот так вот раз закрыла и она держалась. Сейчас я покажу, что для этого нужно и как это все сделать. Вот я сейчас поближе покажу. Вот она дверь, видите, не держится. Вот. Можно же вот крючочек, вот крючок, можно дверь закрыть вот так на крючок. И все, она нормально, но все понятно. Сделать, можно сюда сделать защелку, такую ручку поставить, защелку. Но это каждый раз надо, значит, подходить к двери и эту защелку так нажимать, вот, чтобы дверь открылась. Ну, я нашел, вернее, вспомнил давний-давний способ. Это еще отец мой делал дома. Вот. Такие вот были дома у нас, ну, сделаны такие, чтобы дверь не хлопалась, она закрывалась, ну, более-менее. И не открывалась сквозняком там или легко так. Ну, в общем, вот для этого понадобится, понадобится. Вот что для этого понадобится. Ну, плоскогубцы, ножницы, молоток, ножик, ножик, вот такой брусочек деревянный. Гвозди, двадцаточка, вот они. Ну, можно гвозди взять мебельные, вот такие вот, или как их называть, диванные, или как для билки мебели. Вот такие вот гвозди, или вот такие гвозди. Вот. И самое главное, что, что может, не может, не может, а что понадобится. Это вот такая вот штука. Это может быть, может быть, кожаный ремень, ну, вернее, полоска кожи. Или же, вот как у меня в данном случае, это такая ткань, она с обоих сторон покрыта резиной. Вот, ткань покрыта резиной. Вот. Можно взять от любого ремня там какого-то, ну, главное, чтобы оно было ткань какую-то, ну, или кожу. Вот, пластиком не пойдет, а вот такое что-то мягенькое такое, оно понадобится. И немножко его понадобится. Так что сейчас я начну это все делать и показывать, как и что это все сделается. А там, у кого что есть, тот, тот и придумает. И теперь определяемся с местом, где мы будем ставить вот это вот наше проспособление. Значит, ну, я вот выбрал здесь вот немножко углубление какое-то есть. И вот сейчас здесь вот, значит, чего поставить. Примеряем, сколько надо. Вот так вот сюда чуть, вот, чтобы не мешало тут луткой закрываться двери, вот так вот берем. И сюда, вот на эту сторону загиб делаем. И немножко вот здесь вот, чтобы здесь было еще слабое. Вот так вот. И вот так я себя примеряю. Вот примерно нам понадобится вот такой вот 7 сантиметров. Потом можно его будет отрезать. Ну вот. Примерно 7-8 сантиметров. И ножничками. Можно ножницами. Вот. Плохо ножницы меня режут. Плохо режут. Поэтому я говорил, что надо ножик взять вот так. Вот сейчас ножом вот так вот провожу. Ровненько провожу вот так вот. И ножом. Вот так. И ножом отрежу. Оп. Вот. Как-то крыло получилось. Ну, ничего. Сейчас я подровняю. Это я делаю. Вот такой получился вот такой вот прямоугольничек. Вот такой вот. Можно я жжу с кожи, можно с чего угодно. Ну, здесь можно вот так подровнять, чтобы было красиво. О. И еще раз проверяем сюда. Вот. И сюда и слабое, чтобы было. Вот так вот. И теперь начинаем его пробивать. Пробивать. Ну, там я беру, беру там, ну, вот сюда вот, чтобы прибить, вот тут гвозди такие вот, достаточно на таком расстоянии три гвоздичка прибить. Ну, так, чтобы ровно красиво получалось. Все. Пробиваем. Это вот такой вот, я же говорю. Вот. Ну, и еще один вот, по центру вот так вот прибить, чтобы красиво было. Вот так все. О, ровненько тут все. Теперь, теперь берем, ну, я уже приготовил тут. Вот. Берем вот такую вот досточку, вот. И откалываю вот такую щепку. Ну, желательно, чтобы эта щепка была немножко клином сделана. Это лучше, когда она клин. С одной стороны потолще будет, а с другой потоньше. Вот. Ну, у меня такой примерно, примерно клинышек получился. Вот. Сейчас вы поймете. Я сейчас расскажу, зачем именно клинышкам вот так вот делать. Я, допустим, сделал, отколол это все. Теперь, вот так вот прикладываю. Вот. И это тоненьким концом вот сюда так вот вставляю вот. Тонким вот так немножечко. Вот. Вот так вот. И теперь беру, сейчас я медленные гвозди беру. Ну, у меня в данном случае вот такие вот белые. Тут белые. Я белые возьму, чтобы не очень было покрасивее так. Возьму тоже три штучки. Вот. И так вот вставлю. Сейчас я с другой стороны еще покажу. Вот. Вставлю. И молоточком, гвоздик этот я вот так вот сюда по центру забью. Ох, немножко не по центру. Ну, сейчас я покажу с другой. Сейчас я еще с той стороны покажу. Ну, и вот я прибил один. Ну, еще для уверенности, чтобы лучше жалость и покрасивее было. Сейчас я еще вот тут забью. Вот. Вот. Сейчас еще. Один забью вот сюда. Еще на край, чтобы просто забью вот сюда еще один. Вот. Вот. Вот это можно обрезать. Вот это можно обрезать. Можно оставить. Потом, может быть, понадобится чуть-чуть. Вдлинницами. Ну, для красоты можно обрезать. Можно оставить. Вот такая вот штука получилась. И теперь пробуем, как она будет закрываться. Вот. Вот видите. Потому что вот здесь вот щель. Вот она. Щель. Она не держит. Видите. Что-то этого надо сделать. Вот. Вот я же говорил. Вот эта вот щепочка, которая под клиночек. Вот я теперь вставляю вот сюда. И забиваем вот так вот. Сейчас я потом ближе покажу. И вот теперь лезь вот. Вот получилось вот такое вот. Примерно у нас, у меня такое вот приспособление. Вот она. Вот она. Слова я тут немножечко есть. Вот она. И сюда вставляем. Вот. Досточку. Теперь пробуем закрывать. Вот. Все. Ветер уже не откроет я. И тоже, если бросить, конечно, вот так вот. Не сильно бросить. О, дверь. Захлопнуть. Вот она. Вот. Она открывается. Для того, чтобы она не открывалась, значит, можно еще вот эту, клинок вставить. Вот там. Вот. Видите? И уже тут туго. Туго. Очень туго получается. Вот зачем я говорил, что надо, чтобы вот это был клинком. Если вам вот здесь вот щель получается такая, что чем, чем вы больше забиваете, чем больше забиваете вот эту щепку, клинышек вот этот, тем больше вот это вот. Вот. Вот она. Вот это вот. Она больше отходит. Видите, как она сдулась. Тем плотнее она будет дверь прихватывать. Вот поэтому вот этот надо делать. Ну, можно, если нету клинышка, можно потом вот сюда, вот сюда еще одну досточку, чтобы она сильнее отгибала вот эту, ну вот это приспособление так называемое. В общем, вот такой вот. О, все. Сквозняк. Надо усилие. Ну, сколько тут заняло? Это я показываю медленно, а его можно буквально за пять минут. Вот, если приготовить все это нужно, вот эту вот, я же говорю, резинку или кожу, такую ткань. Ну, инструменты, я же говорю, какие понадобятся, это я просто наложил так, чтобы плоскогубцы, ну, мало ли что, зубость может подняться, все вытянуть. Вот такое приспособление или устройство для того, чтобы дверь не хлопала и держалась в закрытом состоянии. Это так мой отец сделал, я так у него научился, как говорится, и вот себе тоже так сделал двери. Ну, вот еще раз показываю. Все, дверь не открывается. Кому понравилось, ставьте палец вверх. Кто лучше меня может сделал, ставьте палец вниз и докажите, что вы лучше меня сделали. В общем, благодарю всех за внимание. До свидания, ребята.